Всем привет, кабаны! С вами Макс Пояснит, и в сегодняшнем ролике мы будем с вами говорить о зимних ботинках. Первый снег уже выпал, вон он за окном лежит. Блин, пока монтировал, он весь растаял. Хотя, в принципе, вон на крыше немного есть. Поэтому пришло самое время задуматься о более практичной и более теплой обуви, нежели кроссовки. Так вот, друзья, если вы не особо следите за трендами, а хотите приобрести себе на эту зиму проверенную временем классику, то я не буду тратить ваше драгоценное время и сразу же предложу вам три варианта. Первый из них это Caterpillar Graviton. Средняя стоимость этих ботинок 100 баксов. За эту небольшую сумму мы имеем классический и всегда актуальный силуэт ботинок. На выбор у нас есть два колорвея – коричневый и черный, а верх ботинок выполнен полностью из замши. В общем, ботинки классные и с должным уходом они с легкостью прослужат вам минимум пять лет. Второй вариант – это Ralph Ringer Aspen. Их средняя стоимость тоже около 100 долларов. Выполнены ботинки из натуральной кожи и тоже представлены в трех колорвеях – черный, зеленый и коричневый. Ботинки также имеют классический силуэт, поэтому составлять аутфиты с ними не составит никакого труда. Ну а дальше вы, наверное, думаете, что я предложу вам какие-нибудь заезженные классические Timberland. Но нет, друзья, я считаю, что Timberland как-то необоснованно дорого стоят. И я считаю, что Caterpillar давно их уже уделал, поэтому сегодня никаких Timberland. Нет, но вы только взгляните – 25к за пару Timberland. Но не слишком ли это много? Мне кажется, что это дохрена, потому что те же Caterpillar стоят всего лишь-то 9 косарей. По качеству они вообще ни разу не хуже, поэтому нечего платить за бренд. Ну так вот, третий вариант – это ботинки от бренда Kult под названием Bolt 3663. Да, я бы мог бы, как все, посоветовать вам какие-нибудь скучные и заезженные мартинсы. Но зачем это делать? О них и так все знают. Я же здесь для того, чтобы открывать для вас что-то новое. К тому же болты дешевле, чем мартинсы. В общем, очень это классные ботинки, обратите на них внимание. И на сам бренд тоже. Ну что ж, а теперь начинается часть для тех, кто хоть как-то старается следить за трендами. Сейчас я расскажу вам, какие ботинки этой зимой будут самыми актуальными. Так вот, самым главным трендом этой зимы будут ботинки на высокой платформе. Как пример могу привести вот этих красавцев от Balenciaga. Да, правда, стоят они 80 тысяч, но суть, я думаю, вы уловили. Есть варианты и подешевле. Допустим, за 30 тысяч можете рассмотреть вариант от Dr. Martins. Данная модель в их ассортименте выглядит весьма неплохо. Но и если совсем бюджетный вариант рассмотреть, то на помощь приходит, естественно, Бершка. У них такие ботинки можно приобрести всего лишь-то за 80 баксов. Да, натуральных материалов вы там найдете вряд ли, но на одну зиму отшлепать, я думаю, вполне себе сгодится. Ну и следующий тренд наступившей зимы – это, естественно, высокие Челси. Я уверен, многие из вас уже не разу спели заметить, как разные модные инфлюенсеры носят именно такие ботинки. Допустим, именно этот вариант от Marseille вам обойдется в 70 тысяч рублей. Если рассмотреть вариант подешевле, то за 30 тысяч можно рассмотреть такой вариант от Rick Owens. Ну и, естественно, самый бюджетный вариант, опять же, Бершка. За 70 баксов у них можно приобрести вот такие замечательные Челси. Ну и еще много бюджетных вариантов я нашел на сайте Asos. Они под своим брендингом производят весьма неплохого качества продукцию. Да и вообще, на сайте Asos есть очень много крутых и стильных ботинок. И если вы их будете покупать с помощью кэшбэк-сервиса Letyshops, то вы еще и сэкономить сможете знатно, ибо прямо сейчас Lety раздает горящий кэшбэк для всех, кто делает покупки на Asos. Кэшбэк увеличили аж в 4 раза. Да-да, сегодня вам может с каждой покупки вернуться аж до 16% обратно. Но помните, что срок действия и количество активаций горящего кэшбэка ограничено. Так вот, чтобы активировать и вернуть горящий кэшбэк, сначала выберите товар, который вас интересует и добавьте его в корзину. Потом заходите на главную страницу Letyshops, находим вкладку с горящими предложениями, которая выделена красной рамкой и нажимаем на иконку с магазином. Все, кэшбэк активирован. Но помните, после активации у вас есть несколько часов, чтобы совершить покупку. Если что, в уголку есть таймер, который подскажет, сколько времени у вас осталось. После активации переходим в магазин с Letyshops и совершаем покупку. Поэтому регистрируйтесь в Letyshops и возвращайте по-настоящему большой кэшбэк. И да, кое-что еще. Давайте-ка сразу обсудим одно очень часто встречаемое заблуждение. О том, что все зимние ботинки должны быть исключительно с мехом внутри. Так вот, друзья, нет, нет и еще раз нет. Ибо чаще всего этот мех внутри ботинка является всего лишь-то бутафорским. И никакой роли он там не играет. Я бы даже сказал, он больше там мешает, нежели согревает. И даже любой бабушкин носок согреет вас лучше, нежели этот ненужный бутафорский мех. К тому же он имеет свойство сминаться, превращаться в кашу и накапливать в себе разные неприятные запахи. Потому что ноги из-за него пиздец как потеют. Поэтому, выбирая обувь на зиму, такой критерий, как отсутствие меха внутри, ни в коем случае не должен вас смущать. Зимняя обувь греет вас за счет того, что в ней используются натуральные и непромокаемые материалы. И, естественно, за счет своей толстой подошвы. Ну и напоследок пару слов о том, как правильно сочетать высокие ботинки с джинсами или брюками. Сложного в этом, конечно же, ничего нет. Но на всякий случай лучше сделать огласку. И пока я буду говорить, на фоне будут показаны примеры того, как это делают разные модные инфлюенсеры. В свою очередь, вы, конечно же, можете брать пример именно с них. Так вот, ни в коем случае нельзя запихивать штаны в ботинки. Этим делом вы будете заниматься тогда, когда пойдете служить в армию. А до тех пор даже не думайте. Да, вы можете сказать, а что если вдруг у меня скини джинсы? Ну, друзья, я вам вот что скажу. Когда скини вернутся в моду, тогда и обсудим этот вопрос. А пока что, расслабьтесь. В общем, носим нормальной широты штаны и никуда их не запихиваем. По-моему, ничего сложного в этом нет. По рукам, по рукам. Ну что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. Если ролик был вам хоть чем-то полезен, то, пожалуйста, отблагодарите его лайком. И напишите в комментариях, в чем этой зимой будете, собственно, ходить вы. И вообще, признаете ли вы такую зимнюю обувь, как ботинки? Или вы ходите всю зиму в кроссовках и вам вообще все равно? Потому что лично я к 25 годам пришел к выводу, что все-таки ботинки нужно иметь в своем гардеробе. Потому что они дают немножечко больше возможностей для того, чтобы составлять интересные аутфиты. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, в чем будете ходить этой зимой. Спасибо еще раз за просмотр. И до скорых встреч. Я, кстати, готовлю очень интересный ролик о кроссовках, которые полностью копируют кроссовки других более известных брендов. И которые продаются под своим брендингом на сайте LaModa и Valberis. Поэтому обязательно посмотрите следующий ролик, потому что будет очень интересным. Все, всем пока.